Купить подешевле хотят все или почти все, ну а 100 тысяч евро рубеж и математический и психологический, поэтому рассуждая о том, что за какие деньги можно купить на Коста-Бланка, первую отсечку мы с Александром Дашевским сделали на этой цифре. Правда выяснилось, что чаще всего покупатели интересуются все-таки объектами подороже. Феномен недорогой недвижимости, он требует рассмотрения в каждом конкретном случае. С элиткой проще, достоинство легко подчеркнуть, а тут на что обратить внимание. Вот в Таревихе, например, до 100 тысяч если недвижимость покупать, то вот это бунгало, который мы сегодня с вами смотрим, это как раз бунгало, который стоит 89-800, до 90 тысяч даже. Такого же образца, в более-менее хорошем состоянии, в среднем цена 75-80 тысяч. А почему это дороже? Потому что совсем хороший ремонт и комплектация хорошего. Как далеко здесь до моря, до магазинов? До моря отсюда 800 метров, замеряли специально, когда покупали, до магазина метров 400, до остановки автобуса метров 300, собственный бассейн красивый, теннисные корты собственные, вся инфраструктура пешей доступности. На Коста-Бланке мы смотрели в том числе и бюджетные варианты. Впрочем, получалось неважно, то есть мы их находили, но в означенный рубеж до 100 тысяч, например, в Бенедорме мы все равно не вписались. Саш, можно про такую квартиру сказать, что это относительно бюджетный вариант для Бенедорма? Вроде как комплекс хороший и недалеко от моря, но сама квартира небольшая. Таких квартир строили всегда мало. Квартира с одной спальней не пользовалась раньше популярностью. Стандартная эта квартира с зуна спальни и большая гостина, то есть по нашему трехкомнатная квартира. И в этом доме только один стояк вот таких квартир. Стоимость бюджетная, сам понимаешь, когда их начинали строить, стоимость была, конечно, гораздо выше. Это до кризиса дом был построен в 2008 году. Сейчас средняя стоимость 115-130 тысяч. Данная квартира 125, но я думаю, что квартиру можно понизиться нет, поговорю с собственником, если заинтересуется. Если такую квартиру взять и перенести в Терри Вьеху, что получится? Да. Терри Вьеху с видами на море, с бассейном, с теннисными кортами, я сразу перечисляю, потому что это очень важно. Будет стоить 80 тысяч. Хотя в Терри Вьехе можно квартиру купить с более меньшим набором за цену 50 тысяч, например. И все-таки Терри Вьеха. 10 километров вправо, 10 километров влево, все будет по-другому. Этим Терри Вьеха отличается от сей Коста-Бланка тем, что здесь можно приобрести недвижимость. Допустим, квартиру, две спальни с одной ванной, 100 метров от моря можно купить за 60 тысяч, 70. Причем, если это будет комплекс бассейном, с детской площадкой, с какой-то волейбольной площадкой, рядом будет супермаркет, бар и рестораны, ну, может быть, на десятку дороже. 75, ну, 80 будет стоить. Низкая цена, она же не получается просто так. Значит, есть какие-то моменты, которые ее определяют. Определяют, знаешь, что определяют? Определяют еще много свободных земель. За счет этого идет большое количество строек. Соответственно, спрос и предложение как в каком-то балансе находятся. Например, в других городах, таких как Кальпа, которые прижаты горами, строить дальше некуда. И все, что какой-то маленький участок земели появляется, соответственно, сразу эта стоимость поднимается. Ну, то есть, скажем так, здесь недвижимость не в дефиците, по крайней мере, в перспективе нескольких лет? Перезбытка, конечно, нету. Скажу сразу, спрос. Чуть-чуть обгоняет предложение. Но не так драматически, как в других местах. Да, в других местах, допустим, город Кальпа, опять же, приведу пример, на сегодняшний день только три стройки. Три. Если у нас около 40, то там три. Итак, с относительно небольшим бюджетом. Смотрите все-таки в городе на букву Т. Вот, например, квартира, которую мы уже показывали в одной из предыдущих серий проекта. Мы эту квартиру продавали за 72 тысячи. Стандарт хорошие квартиры, две спальни, одна ванная комната в районе 70-80 тысяч, доморе 500 метров и много разного хорошего сервиса. Ну, а в следующей серии поговорим о вариантах подороже, скажем, до 300 тысяч евро.